итак с возвращением меня всем привет восклицательный знак у мелтинга стоит потому что я не умирал если ты не умирал в этой игре тут значит и не играл персонажем это так работает для довольно забавная фишка на самом деле ok plant следующий персонаж мне надо открыть вот этого персонажа открыть этого персонажа этого и вот этого и так моя цель сейчас найти отвертку если я не найду отвертку то откроем другого персонажа это тоже секрет так мне надо не разрушать колбу для того чтобы открыть хором окей колба должна быть целой хор это сгусток радиации который а кстати ключ вот пожалуйста стандартными для оружия которая бесплатная которым можно бесконечно бить врагов она медленно и last fish всех патронов понемногу по 20 единиц если точнее и 200 путь last fish дает много восстановления и также снимает парклете также позволяет поспасть в джунгли это еще один секретный этаж нужно три удара ключом чтобы убить одного скорпиона жизнь лишь слабый медленный слабый но но он бесплатный и так большая колба сейчас здесь это значит что на следующем этаже появится хор сейчас вы услышите его слышали звук разбившиеся колбы это был хор вот он вот он вот он он очень страшный эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй я не хотел чтобы ты отсюда так в этим бандита чтобы он чаржился и во время чаржа он ничего не может делать окей я отступил так теперь ждем бандита чтобы он сюда пришел сам и я умер не надо призвать хоро если вы не имеете хорошее дальнее оружие дело в том что у меня сейчас было одно слабое оружие второе еще более слабое оружие ключ а теперь давайте по нормальному так вы могли заметить что plant является быстрым это его пассивная способность быстрое передвижение активная способность лоза если кидать на врагов то они не смогут вообще расползаться это удобно против магатов это удобно против пауков крыс это удобно против йети в зимнем городе ногу на него ни в коем случае не надо бы не надо брать это очень странно будет потому что он будет очень быстро это плохая идея брать ногу на планты давайте шутган шелдер попробуем мы его еще не видели активка планты также позволяет смотреть немножко дальше редко когда помогает но все же блин я походу не смогу с нормальным оружием убить хорро ладно отвертка нужна для открытия еще одного секретного персонажа так давайте откроем сначала это убьем точнее о арбалет идеальное оружие для убийства хорро мне надо было обязательно убить этого врага потом уже этого почему потому что если бы я последнего убил скорпиона портал бы появился здесь и разрушил бы колбу когда портал открывается на последнем враге он разрушает вокруг себя открывая сундуки открывая колбы и так далее мне надо было чтобы колба не разрушилась поэтому сначала я разрушил так хора здесь сначала убил скорпиона у кого клубы потом уже бандита в таком месте так хорошо уничтожаем бандита нужно ровно 5 болтов для того чтобы его убить готова затем выжидаем выжидаем я могу подобрать эту радиацию если достаточно далеко так вот он вот он кстати вся радиация которую он собирает так или иначе он дроп нет и так что можно не париться на этот счет насчет того что он забирает радиацию пусть забирает потом один болт из него кстати торчит так это не очень хорошо что он сюда пошел все он готов хор открыт и он будет доступен как персонаж все верно так обгон смотрите как она сейчас разлетается это из-за плечей плечи усилитель дробовиков как я говорил ранее в прошлых сериях поган хоть и использует пули хоть возьмем задницу поган хоть и использует пули но стреляет дроби поэтому его усилитель не гланды а плечи что делает жопка на планта убивает враг у которого осталось меньше 3 хп убивается умирает мгновенно если попал в лозу это можно использовать сначала кинул в лозу потом задамаживал он умер либо наоборот как я сейчас скрыться и сначала задамаживал потом кинул лозу и он внезапно оказался мертвым лоза очень хорошо действует как нам а готов так и на токсик смотрите он остался на месте и почти не разлетается если уничтожит то он вообще по всем сторонам видите на в некоторых моментах это полезно то есть лоза создает свет позволяет дальше видеть с учитывая задницу уменьшает хп врагам на треть также замедляет врагов очень сильно также препятствует возникновению больших лобоков токсика точнее распространению в общем обилка многосторонние очень полезные кстати большая колба здесь не просто так она здесь потому что я убил хоррора после того как я убиваю хора всегда на следующем этаже были исполнится большая колба с радиацией и так длинные руки которые качал примерно после задницы этих основами его папа а а здесь нет власти длинные руки это усиливающая способность то есть мутация для мили оружия а также действует на меч хоть и на энергетический нам все еще мили оружие и о боже мой эта машина преобразилась и так это секретка которая открывает юви лучшего персонажа в игре обычная машина на этой локации просто коричневая это же машина у нее позолоченная крыша ее надо ударить отверткой или энергоотверткой или золотой отверткой такая есть она открывает чинит эту машину если даже эта машина немножко повреждена было не страшно если вы ее ударили один раз отверткой после активации у нее становится больше хп она как бы чиниться возьмем триггер для соленого слагера кстати это дробовое оружие поэтому она разлетается туда сообщение что я открою любви эта секретка которая является отсылкой на ганготс еще одну игру от пландиров то есть от разработчиков на патрон желтые ребята очень опасны если я на них буду смотреть они будут стрелять шотганом и еще страшнее чем аллигаторы красные они как бандиты стреляют одиночным стоит заметить что все этого ракета все секретки кроме пиццы очень сложные это стоит взять во внимание видали да они просто ракетами стреляют причем еще жестче чем золотые танки этот этаж очень полезен для начинающих рекордов даже при том что вы уже открыли наверное юве посетив этот этаж еще раз один раз точнее здесь сид лежит вот этот вот сундук золотой сундук он появляется только на этой локации и содержит он хотел сказать уникальное нет ни у к нему не уникальное оружие но очень хорошее и в данном случае он дропнул почти самое лучшее оружие для старта шотган вы спрашиваете почему для старта потому что золотое оружие если с ним перейти на следующий этаж она станет стартовым и в этой локации если вы способны дайте с отверткой до 31 и дайте найти эту машину и зайти на эту локацию пройди ее то у вас будет вознаграждение золотая пушка и так здесь спавнится именно здесь на этом этаже на при лупе в этом сундуке можно найти золотой ключ золотой шотган золотой машин ган золотой арбалет золотой гранатомет и золотой лазерный пистолет много рассказывать про них не буду просто скажу золотой шотган и золотой гранатомет самый лучший из них шотган вообще до шутган самый лучший гранатомет слишком опасен для начала вот этот вот красный он очень опасен смотрите на его сейчас он не особо активничает потому что на его нельзя смотреть долго короче если он будет где-нибудь то здесь стоять я вот так вот буду идти он просто у него кулдауна вообще нет да такие отвертку я выбрасываю разумеется потому что она отстойная сейчас у меня два оружия дробовых и это не страшно потому что одно по мелочи второе по большим сейчас я ворон убивают шутгана бигдок встал его убиваю со слагер смотрите как он быстро умирает потому что задница саладов шутган и плазма маки теперь у меня есть отличное сочетание оружие смотрите по мелочи по большим разлетается широко бьет метка в цель сочетание оружий если бы я взял так это было бы плохое они почти одинаковые просто разного уровня силы если бы я взял вот так это было бы плохое сочетание но она была бы компенсирована тем что я plant с жопкой то что я с плечами и то что у меня триггеры которые позволяют с лагер очень часто бить однако самый лучший выбор это вот это взаимопомогающий друг другу пушки и так у нас тут last wish он позволяет попасть в еще одну секретку которую я сейчас покажу так давайте сделаем так останавливаем . опа кстати у пауков механика передвижения точно такая же как у крыс они ползают не особо охотно но если приближается к нам смотрите что происходит то он очень далеко нас будет преследовать и на у них прям огонь в сердце загорается когда они нас видят это как пауки в языке только те не такие агрессивные здесь активка планта очень сильно помогает чтобы до того как он начал яростно за нами бежать остановить его прийти вплотную и убить да у меня улучшенная графика в троне посмотрите как плечи работают в зимнем городе боже мой это мутация очень красивая но к сожалению она быстро становится не актуальной так это вот цветочек и у меня лопата и так встречайте самого я имбовая комбо в начале игры да она действительно хорошая но стоит заметить что она переоцененная лопата длинные руки она бьет в три стороны и дальше и также триггер позволяющие предъезжаться при убийстве врага что это значит значит что я убиваю предъезжаешь убиваю предъезжаешь убиваю предъезжаешь убиваю не убиваю в общем да лопаты можно рашить ходить в кучу врагов и на самом деле на некоторых этажах это полезно для успешного использования мили оружия вам нужны руки триггеры и мили оружие собственно лопата ключ ключ актуален только в пустыне и канализации есть еще кувалда которая как лопата но немножко мощнее и бьет только в одну сторону и если у вас есть лицо уменьшающих и по врагам то вы будете ваншотать ключом ворон и сможете с ключом проходить вплоть до пещер в пещерах можно использовать кувалду без лица можно с лицом использовать лопату лопата ваншоты от пауков это очень хорошо если с лицом если с без лица лучше ее не использовать пещерах но зато в зимний город и вы видели эти волки отлетают еще мили оружие очень хорошо себя показывает в лаборатория потому что там собственно куча фриков мелких и еще или оружие можно успешно уничтожать прожектовый трона как в прошлый раз видеть они умерли от задницы если кто еще нет и не понял как она действует и так джунгли это вход в джунгли этот цветочек появился из-за того что я взял last wish мутацию восстанавливающую которая ничего не особо не делает до того как зашел на этот этаж 51 поэтому в генерации присутствует этот цветочек ему надо отдать 4 хп то есть раз два три четыре на четвертый раз он открывает портал в джунгли и дает мутацию курица кстати открыта и дает мутацию кстати эта мутация у меня за 6 уровень может что 2 3 4 5 6 а ну да действительно все правильно у вас ты же исчез у вас лишь исчезает а на место него встает другая мутация все правильно до 5 мутаций в сумме то есть last wish это не мутация вот пишет они полноценные мутации видите я и меня даже сконфузе а где моя где еще одна типа я должен дополнительную мутацию получить и нет это не так дело в том что джунгли не дают дополнительную мутацию она дает мутацию вместо last wish а last wish это как терпение но при этом немножко продленная last wish исчезает тратится буквально тратится дело в том что вы можете получить еще один last wish после того как посетили джунгли и получается так что он заменил собой другую мутацию терпение которое я сейчас взял кстати это тот же самый last wish точнее наоборот last wish это как терпение но при этом терпение дает мутацию в следующий же уровень то есть при следующей уже возможности а last wish помимо посещения джунглей это также еще и тоже терпение то есть сам по себе last wish давайте появление сам по себе last wish просто восстанавливает как мутации как улучшение ничего не делает просто восстановление поэтому она вот так вот и особенно мутации не является это в общем-то особое терпение так джунглях у нас видели моргнул вот эти вот бандиты очень опасная херня очень опасная вот эти мухи очень опасная херня эти ассасины также как как тех что мы видели но они при этом кусты то есть у них стелс прокачан до сотни окей в этой локации вам будет тяжело она сложная дело в том что вот эти вот мухи я кстати их успешно могу восстанавливать но они все равно проливаются потому что у них много сил эти мухи очень любят спавнить могу ты не могу ты как я уже говорил ничего не дропы и это та локация в которой имели оружие действительно может помочь кусты лучше все разбивать потому что о шевелится ну давай вылезай вылезай ну покажись покажись но я здесь я здесь чувак я здесь вот он вылез то есть да они просто маскируются это те же самые ассасины дискомет попозже про него расскажу чем опасны вот эти бандиты смотрите пока они тебя видят они будут стрелять своим пупганом до потери пульса и они очень опасны эти пупганы конечно по одной единички наносит но чертовски быстро дело в том что потом почему я решил на луп вначале не идти потому что там будут все почти все враги секретных локаций поэтому секретные локации надо сначала разобрать вот эти мухи запомните их они очень вредны они сами не дропают патроны и стреляют могу тыми которые также не дропают патроны и на лупе их будет много их очень много будет там да как вы видите сейчас лопата мне просто протащила весит этот этаж а также обилка позволяющая замедлять врагов очень сильно то есть пулант хороший персонаж окей давайте возьмем стресс он также нами для оружия действует давайте возьмем эйфорию уничтожаем как можно быстрее этих ребят и смотрите как действует обилка на хантера кстати я могу стоять перед ним и просто ха-ха о боже мой мили оружие имба так ладно я не хочу его убивать покажи покажи как ты прыгаешь чувак нет не так покажи как ты нормально прыгаешь посмотрите это плохой пример я хочу показать как он на огонь действует обилка сейчас сейчас я прыгай сюда 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 на меня на меня а огонь почти не распространился то есть обилка даже огонь остановить что касается мили оружия то она имба но при этом надо очень четко рассчитать чтобы оттолкнуть поэтому она не имба а еще она убивает маневр твоего действия до очень узких рамок поэтому она не имба а еще она снижает количество эффективных дропов в два раза поэтому она не имба но конечно многие новички думают ну ты чё не у ну ты чё ты чё она же блин он уже тебе сейчас всю катку способна разумеется потому что я его использую по правильному просто многие игроки думают что без мили оружия они не могут играть вообще это глупость ну типа они реально не могут играть без меня уже это типа вот в этой локации я бы сейчас лопатой вообще бы не тратил патроны но зачем мне не тратить патроны и отказываться от хорошего оружия если я могу взять это оружие и тратить патроны чтобы подбирать патроны чтобы действовать более выгодно для себя и для вот кстати турель кида я их уже поэтому подсознательно уничтожаю потому что они очень вредны их нужно уничтожать под прям сразу же мгновенно как только они появились потому что они очень против вот смотрите 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 как и не противные готовы а 4 усиливается от лупа джо джо ты ты наверняка знаешь турель ки усиливается от лупа что она а вот почаще началась ну да представьте что вот в этом туннеле турель ки встанет здесь я буду к ней подходить и у меня не будет дальнего оружия просто представьте такую ситуацию турель ки нужно уничтожать сразу же как только они появились потому что в узких проемах они вас просто испепелят просто рандом окей то есть за туреки очень вредная вещь очень вредно очень насчет мили оружие эти плита она хорошо ровно до тех пор пока баншоты украшает а люди пишут ватсап просят твой телефон ээээ опять что-то там да опять что-то там да так ладно отвлекли мне немножко сорян за это смотрите как плант контрит собак просто чудесно раз чудесно конечно они вырываются но все же из-за боль из-за лозы огромный прыжок превращается в очень маленький чудесно давить на насчет мили оружие мили оружие ровно до тех пор хорошо тут ровно до тех пор пока ваншоты от врагов потому что ваншоты вы сможете прокать триггеры и ваншот от следующего но в таких ситуациях когда братья уже не ваншотаются мили оружие очень медленно становится потому что триггера нечем прокать и вы ударите один раз и все становитесь наедине с врагом который не умер от этого взмаха а у вас очень медленное оружие поэтому мили оружие сосет на самом деле без фанатизма в общем это все что я хотел сказать про мили оружие кстати фаре а на этой локации действует даже хуже чем помогает потому что эти вот шарики действуют летают очень медленно как видите из-за этого еще одну мили оружие кстати давайте попользуемся на троне отбойник использует кстати last wish выпал второй раз хотя я уже был джунг об этом-то и говорил что он как бы тратится тратится и может появиться еще раз итак насчет отбойника это тоже мили оружие и она как очень скорострельная отвертка с разбросом в чем его плюс бой я умер мы узнаем его плюс немножко позже открыл хора за убийство хора открою виза посещение штаба штаба гуи меньше на как я русское слово забыл особняка и ве и открыл курицу за посещение джунглей и умер от трон не стоит вставать в этот луч окей не стоит вставать в этот луч хорошо нам осталось открыть еще одного персонажа последнего из основных хор считается секретом сам по себе хор да но персонаж не секретный у нас еще два супер секретных есть которые их я буду разбирать уже потом 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 уже после второго лупа после харда нам от осталось открыть райбал только это уже луп кстати и лопа является тоже секретом окей на этом текущая серия подходит концу в следующий раз я надо бы за мелкинга умереть потому что меня разгрожает этот восклицательный знак как будто я им не играл все теперь я поиграл мелками окей на этом все увидимся в следующий раз будет люди и а какую секретку мы еще не посетили кроме а уазис уазис не посетили окей все следующий раз будет уазис луп а кстати 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 смотрите смотрите что у нас шанс на этот костер 0 1 процент это пасхалка это пасхалка да кстати в какие не были там в костре да 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 это пасхалка это очень редкая пасхалка в игре мне она попадалась буквально четвертый раз попадается или пятый ну ладно сейчас заиграет особая музыка она играет только тогда когда появляется мишутка это логотип вамбир музыка ты где музыки нет а боже музыки то нет а почему ее нет кидалово а где музыка ладно всем пока сам пока серия окончена всем удачи м м м м